Приветствую вас. Вопрос, который вы задаёте по большому счёту морального характера, недельно психологического. То есть, что значит, стоит ли мстить? Вы хотите, чтобы мы вам посоветовали либо мстить, либо не мстить, как я понял. Но на самом деле всё упирается в то, чего хотите вы. Если вы хотите отомстить, то я думаю, что вы в любом случае это сделаете. Ну, просто потому, что вы считаете для себя это выходом, вы считаете для себя это как-то правильным или может быть что-то в этом роде. И понимаете, если вы этого хотите, то вы это действительно осуществите. И я думаю, что с точки зрения именно психологии, это правильно, это хорошо. Ведь вы сделаете то, что вы считаете нужным. Вы поступите так, как вы хотите. Поэтому рекомендовать вам откровенно мстить или нет, я бы не стал. Это, по моему мнению, является нарушением профессиональной этики. Мне бы делать этого не хотелось. Но при этом нам с вами совершенно никто не мешает. Немножечко оценить ситуацию и посмотреть, к чему приведёт, например, ну, ваша месть. То есть, чего вы добьётесь в своей мести. Как вы написали, значит, что замужняя любовница вашего мужа какое-то время была с вашим супругом и, как я понял, успела с ним вступить в инфимные отношения. Это, конечно, очень плохо и аморально, безусловно. Но давайте подумаем. А так ли виновата эта женщина? Почему вы собираетесь мстить только ей? Почему вы считаете, что ваш муж, например, совершенно не виноват? Или вы считаете, что она его, например, соблазнила? Или как вы себе объясняете это? По каким критериям вы определяете, кто, например, несчастная ответственность за то, что произошло? Мне, например, эти критерии не ясны. То есть, вы говорите, я хочу отомстить замужней любовницы мужа. Хорошо, отомстите вы замужней любовницы мужа. Ага, будет ли ваша семейная жизнь от этого лучше, вполне качественнее там и так далее? Вряд ли. Будете ли вы счастливее из-за того, что отомстили ей? Вряд ли. Потому что конечная цель, которую вы преследуете, а эта цель именно сохранить свой брак, она будет по-прежнему недостигаема для вас. И с этой точки зрения, еще раз повторю, именно с этой точки зрения, с точки зрения сохранения брака, вам имеет смысл как раз не жене, то есть не замужней любовницы мужа мстить, а разбираться с тем, почему для вашего мужа стал возможен тот факт, что он вступил в отношение другой женщины, причем замужней женщины. Вот это действительно настоящая проблема. И если вы ее решите, то мстить женщине не нужно будет, потому что она ни на что влиять уже не сможет. Она не сможет влиять на вашего мужа. Она не сможет тем самым влиять на вас. Она вообще ничего не сможет. Но только если вы решите эту проблему. пока и если эта проблема не решена, хоть вы мстите, хоть вы не мстите, а результат будет один и тот же. Дальше. Дальше вы говорите о том, что у нее есть две дочери, и одна из них якобы вашего мужа. Но, опять-таки, вот непонятно здесь возраст, непонятно то, когда вы узнали о том, что это так. Почему у вас есть основания верить этой женщине? Вполне вероятно, что она просто пытается вас поссорить и так далее. Какое отношение у всего этого, значит, какое отношение ко всему этому у вашего мужа? Вот это все здесь непонятно. Я думаю, что если вы хотите сохранить свой брак, то его можно сохранить и без мести. А если вы так и так, свой брак, например, разрушили, или он еще не разрушен, но вы думаете, что он будет разрушен, то месть ваш брак не спасет. Удовлетворение вам месть не принесет. Потому что мстите-то вы кому? Мстите вы человеку, который якобы разрушил ваш брак. Вы его обвиняете в том, что ваш брак разрушен. Но в действительности человек, то есть это женщина, не ответственна за ваш разлад. Ответственны за разлад вы и ваш муж. Она это лишь следствие, следствие того, что у вас есть проблемы. Как правильно сказала вам эксперт Лидия. И поэтому месть здесь, ну, это что-то вроде такого, знаете, показательной силы такого принца, браться не оружие. То есть я могу отомстить, я отомщу. Отомстите, а что дальше? Удовлетворение вы не получите от того, что человек будет страдать другой. Потому что вы счастливее не станете. Ваша жизнь, ваша ситуация, ваши ощущения и эмоции, они останутся теми же. Они не изменятся. Понимаете? И поэтому месть, это всего лишь Элижия. Вы нестите тому человеку, который есть у вас в сознании. Вы нестите тому человеку, образ которого у вас есть. Но не реальному человеку. Потому что реальный человек играет совершенно другую роль в ваших взаимоотношениях с мужем. Это то, что можно сказать по поводу мести. И все равно я придерживаюсь того мнения, что вам решать мстить или нет. Можно вот так вот раскрыть суть, характер мести. Можно показать, что она ни к чему не ведет. Но это всего лишь как бы это теория. Это гипотез. На деле отговаривать вас от того, чтобы мстить, мы мы в частности я права не имею и не хочу. Вы другой человек, вы знаете, что вам нужно, если вы что-то решили, вы это сделаете. Главное понимать, зачем и для чего это вам, что вам это принесет. действие ради действия не то, на что стоит тратить свои ресурсы, не то, на что стоит тратить свое время, потому что мы не дети. И вот здесь сокроется главная проблема, что очень часто месть это ребячество. Это ребячество это ответ посетит тем же самым другому человеку. то есть мстя другому, вы становитесь такой же, как он. Хотите вы этого или нет? Хотите ли вы оставаться быть другой или вам это не столь важно решать вам и только вам. Но решение свое вы постараетесь принять взвешенно решение свое вы постараетесь принять максимально адекватно. Решение свое вы постараетесь принять так, чтобы оно максимально учитывало ваши интересы. Месть объективно интересы не учитывает. и если интересы ваша месть не учитывает, то осуществляя месть, вы будете вредить сами себе. Вред самой себе это есть жертва, то есть вы будете жертвовать собой ради месть и эта жертва принесет вам только лишь опустошение. Но для каждого человека свой выбор. Каждый человек по-своему решает эту дилемму. и несмотря на то, что объективные факторы, такие явления в жизни человека, во взаимоотношениях с другими достаточно хорошо и однозначно характеризуются, человек в зависимости от своих ценностей, от своих целей, от своих приоритетов, от своих желаний решают сам. Я хочу, чтобы вы решили сам. Но решая, понимали, на что идете. Решая, отдавали себе отсчет, что вы делаете, что от вас потребуется и к чему вы стремитесь. А главное, стоит ли оно того. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! и удачи! Спасибо! Спасибо!